В Ташкенте проходит 43-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. В заседании участвуют главы внешнеполитических ведомств 26 стран-членов организации, а также генеральный секретарь ООИС Ият Амин Мадани, президент группы Исламского банка развития Бандар Хажар, генеральные директоры ряда вспомогательных и специализированных учреждений, организаций и многих других структур. С приветственным словом перед участниками саммита выступил исполняющий обязанности президента Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. 43-я сессия Совета министров иностранных дел по сути ознаменовала председательство внешнеполитического ведомства нашей страны в Совете, втором по значимости Органе Организации исламского сотрудничества. Председательство Узбекистана будет проходить под девизом «Образование и просвещение. Путь к миру и созиданию». Внимание к образованию не случайно. А по словам исполняющего обязанности президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева, роль образования в повышении благосостояния народа и авторитета государства растет с каждым годом. Глава государства также озвучил ряд приоритетных направлений, в которых будет работать наша страна во время председательства Совета министров иностранных дел. Среди них научно-техническая кооперация, совершенствование механизма сотрудничества и расширение взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей, поиск мирных, политико-дипломатических, превентивных методов урегулирования конфликтов. Помимо этого, в целях изучения и популяризации достижений наших великих предков, мыслителей исламского мира, Шавкат Мерзиёев также выдвинул инициативу создания Международного научно-исследовательского центра. Узбекистан играет ведущую роль в деятельности ОИС, и это отражено в речи исполняющего обязанности президента. Узбекистан внес значительный вклад в развитие ценностей исламской культуры, и предложение о создании центра будет, я полагаю, положительно встречено и поддержано странными участницами ОИС. Мы благодарим Узбекистан за его вклад в различных отраслях. Девиз «Образование и просвещение, путь к миру и созиданию» очень актуален в наше время. Мы всегда должны поддерживать это направление, потому что образование — это и есть суть развития государств. Хочу отметить, у нас имеется опыт сотрудничества в области науки и культуры с Узбекистаном. Его результат — Центр восточных рукописей имени Абура Ихана Геруни. Сегодняшнее открытие сессии было для меня, как представителя Ватикана, очень важным. Прозвучало, что воспитание молодежи, детей, их обучение хорошее, помогает, прежде всего, сохранить, наверное, мир. Когда человек побольше знает, можно бы сказать, тогда не подвергается каким-то опасным тоже идеям. В наши дни, когда причиной многих конфликтов становятся не религиозные, а уже межконфессиональные разногласия, правильное понимание и толкование ценностей священной религии и ислам, как никогда важно. Сегодня в нашей стране функционирует 10 религиозных учебных заведений, среди которых и первый в Центральной Азии Ташкентский исламский институт. Во многом, благодаря вниманию, уделяемому религиозному воспитанию, в Узбекистане удается избегать конфликтов на этой почве. Участники сессии на пленарных заседаниях также обсуждают вопросы поддержания межгосударственного диалога. Решения стоящих перед организацией исламского сотрудничества общих задач в сфере укрепления мира, принятия совместных усилий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. После официального открытия 43-й сессии министров иностранных дел, стран-членов организации исламского сотрудничества, министры уже за закрытыми дверями приступили к обсуждениям. Стоит отметить, что они должны утвердить довольно объемный пакет документов, включающий в себя около 100 резолюций. Предполагается, что главным документом станет Ташкентская декларация, отражающая политические, экономические и культурно-гуманитарные вопросы, стоящие на повестке дня Организации исламского сотрудничества.